Разведчики доложили, что в радиусе трёх километров замечен подозрительный объект. Аэроразведке необходимо выяснить, что там находится, и доложить командованию. Что было сказано, то было сделано. Мы уже приземлили нашу птичку. Сейчас собираем с неё информацию и шифруем. Это одна из легенд манёвров. Так, украинские военные операторы дронов оттачивают своё мастерство управления беспилотниками. Роман тоже учится управлять боевой птичкой. Ему 24 года, ещё полгода назад он проходил практику по специальности «практический психолог». Пошёл служить в Вооружённые силы Украины сапёром вместе с братом. Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Хочу максимально опановать дроны. Хочу очень освоить дроны, чтобы и в сапёрном деле также их использовать, потому что большая составляющая аэроразведки – это и сброс боеприпасов на позиции противника. Говорит, курс обучения интенсивный, всего пять дней. И очень интересный. Здесь собрались лучшие из лучших. Мы выховываем элиту нашей армии. Мы воспитываем элиту нашей армии. Мы – глаза нашей армии. Во-первых, мы учим наших ребят выживать. Они попадают на первую линию в очень сложные условия, и они в очень сложных условиях выполняют задачи, которые ставят им командиры. Благодаря беспилотникам украинские военные в режиме реального времени видят то, что недоступно человеческому глазу. Такие дроны могут летать на расстоянии до 20 километров. Ближняя и дальняя разведка – корректировка огня. Основные задачи, которые они выполняют. Вот эти гражданские дроны, их используют гораздо больше. Они могут быть условно глазами за каждым углом или деревом, наблюдать и предоставлять информацию – в этом главный плюс. Потому что их много и можно почти всюду видеть, рассматривать или корректировать огонь, или проводить разведку таким образом. Киевский центр – один из трех в стране. Здесь уже обучили 700 военных. Из них 150 в рамках проекта Генерального штаба Вооруженных сил Украины и Министерства цифровой трансформации «Армия дронов». Эта война первая в мире, где так массово применяются эти системы дронов, системы работы против дронов. Украинская армия вообще первая в мире сейчас по военному применению этих систем. И мы сейчас впереди всей планеты. Гражданские дроны очень выручают, рассказывает руководитель центра. Их больше, они дешевле и легче в использовании. Ведь средняя продолжительность жизни такой птички всего несколько месяцев. Я точно скажу, что успехи были бы гораздо хуже, если бы у нас не было дронов. Почему? Потому что дроны как раз позволяют меньшими силами и с меньшими потерями проводить разведку, какие-то корректировки огня. Дроны используют и с одной, и с другой стороны. И та, и та сторона. Они довольно сильны. И не надо никого недооценивать. Сегодня Минобороны особое внимание уделяет именно аэроразведке. Закупают боевые беспилотники. Так, Украина в рамках проекта «Армия дронов» получила первый комплекс управления и четыре беспилотника «Флай-Ай», которые уже отправили на передовую. Всего на «Армию дронов» собрали более 751 миллиона гривен через платформу «Юнайтед-24». На первые 260 миллионов из этой суммы мы заключили контракты на закупку двух станций управления и 20 беспилотников «Флай-Ай», 78 мультикоптеров «Мэтрис», а также двух наземных систем для 20 ударных дронов «Камикадзе» «Вормейт». В условиях современной войны в каждом подразделении должны быть специалисты по аэроразведке. Эти профессионалы высоко ценятся в каждой армии мира. В ближайшее время еще несколько тысяч украинских военных получат квалификацию операторов дронов.